Российский лётчик сдал своих коллег после удара по детской больнице «Ахмадед» 8 июля. И лётчик 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, которая обстреливает наши города ракетами Х-101, обратился к главному управлению разведки через чат-бот. Он также написал о том, что его коллеги шокированы ударом по детской больнице и не понимают, почему их заставляют атаковать гражданскую инфраструктуру. Конечно же, все всё понимают, но вот такое сообщение якобы появилось, и он передал частные фотографии командиров, документы по личным делам старшего офицерского состава и персональные данные военнослужащих. Это что, совесть проснулась или зачем? Очень хочется, конечно, думать про то, что проснулась совесть. Очень хочется про это думать. Вы знаете, я на самом деле всё жду русского Штауфенберга. Именем полковника Штауфенберга названа центральная улица Берлина, где сейчас там стоит всё-всё-всё-всё-всё-всё главные правительственные ведомства. А кто такой был Штауфенберг, автор покушения на Гитлера, операции Валькирия, Том Круз в известном фильме? Но ведь он не был Томом Крузом. Знаете, человек, вхожий в окружение Гитлера, полковник к 1944 году, это был кто? Это был настоящий фашист. Это был настоящий фашист, который очень много сделал зла. Для того, чтобы быть допущенным в ближнее окружение Гитлера, кем быть? Он им и был. Но этим своим подвигом он вроде как закрыл все свои предыдущие предрешения. Я очень надеюсь, что в Штауфенберге будут и в русской армии. Я очень надеюсь на это. Вдруг это уже Штауфенберг? Тогда, ну, слушайте, ну да. И мне очень тяжело с собой, например, общаться с дезертирами, с российскими дезертирами. Я не могу. У меня кровь-то не в жилах, я не могу. Мне тяжело им помогать. Но, слава богу, есть специализированные проекты, которые помогают дезертирам. Но я понимаю, что мне нужно их публично одобрять и ободрять, потому что дезертира должно быть больше. Как можно больше людей должно бежать из русской армии, как можно больше людей должно сдаваться в плен. Но хотя бы потому, что они больше не должны стрелять. И пусть не стреляют. Это очень-очень тяжело пропустить через себя и сказать, да, Штауфенберг, ты попытался сделать это, не получилось, но ты попытался. Но, знаете, мне кажется, что если завтра Шойгу накинется на Путина и загрызет его, мы простим Шойгу. Ну, он же тоже многое сделал для того, что сейчас происходит. Да. Да. И вот этот летчик, который... Который... Я надеюсь, что перепахало. Есть какая-то точка, да? Вот у него точка вот эта. То есть у него какой-то очень высокий был болевой порог. И вот 8 июля бомбардировка его накрыла. Вот его лично накрыла. И он осознал и пришел. А дальше... А дальше, а дальше я не знаю. А дальше опять украинцы должны решить. Украинцы должны решить, таких людей должно быть больше или таких людей должно быть меньше. И что с этим делать совсем? Я прекрасно понимаю, осознаю, что это русский военный летчик. И прошло 2,5 года с начала войны. И он не нюхал ромашки эти 2,5 года. Но вот сейчас он осознал. И принес ту пользу, которую, наверное, мог принести, а больше он не мог принести. Сбросить бомбу на Кремль, видимо, он не мог. Как... Не как я к нему отношусь. Мое мнение здесь вообще никому не нужно. Как вы к нему будете относиться. Мне кажется, вот это очень важный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...